ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Всего доступно 4 класса. Это, разумеется, медик, лечит раненых и себя в бою и может ставить палатку, которая также восстанавливает жизни союзников. Снайпер – это идеальный класс для стрельбы, может устанавливать ловушки и ожидать, когда цель попадет в нее. Инженер может создавать турели, которые помогают в битвах. Ну и, кто бы сомневался, солдат. Обладает невероятной силой атаки. Он всегда готов подстрелить врага и защитить друзей. От выбранного класса будет зависеть ваша роль в команде, ваши умения и ваше оружие. Хотя внешность персонажа менять мы не можем, зато мы можем менять его пол. То есть вообще нам доступно 8 разных моделек героев, которые мы все равно не увидим, так как игра происходит от первого лица, но наши напарники и друзья смогут полюбоваться вашим красивым торсом или грудью в режиме кооперативного прохождения игры или ПВП. ПВП-система, к слову, реализована отвратительно. Герои передвигаются настолько быстро, что попасть во врага просто нереально. Кроме того, игра не слишком-то популярна, так что найти себе соперников в сети не очень-то легко. А вот прохождение миссий с друзьями – это уже интересно. Когда персонаж выбран, мы даем ему какое-нибудь оригинальное имя и начинаем игру. Начинается игра в городе, и это своеобразное меню. Город выполнен в форме круга, и по периметру этого круга стоят разные таблички. Например, сетевая игра. Сюжета как такового в игре почему-то нет, но это не слишком-то напрягает, потому что есть разные миссии, которые создают видимость сюжета. Ну, начинаем мы с обучающей миссии. Тут нас обучают бегать, прыгать, стрелять, взаимодействовать с миром, и вообще мы узнаем все азы того, что нам пригодится в будущем. Управление схоже с шутерами Shadowgun, Modern Combat и так далее. Условно, подчеркиваю, условно, экран поделен на две части. Левая часть представляет собой этакий невидимый джойстик, свайпами по которому мы передвигаемся в любую сторону. Осматриваемся же мы свайпами по правой части. Там же справа есть такая красная кнопка. Тапами по ней мы стреляем. Также там есть иконки, при нажатии на которые наш герой проводит атаки холодным оружием, что весьма полезно, когда враги подбираются близко. И есть иконка оптического прицела, что опять же очень полезно, когда ситуация противоположна. И твои враги стреляют в тебя откуда-то из прекрасного далека. Смена оружия долгим тапом по иконке пушки. Тоже справа, естественно. Там же откроется перечень имеющихся пушек. В общем, все элементарно. Скажу еще пару слов о прицеливании. В игре есть авто-аим. Это когда при попадании врага в поле зрения, прицел наводится на него, и тебе остается только спустить курок. Но если ты любитель хардкора, можно выключить аим и самому целиться во врага. Также можно настроить чувствительность обзора. Патроны в оружии кончаются, и надо собирать их из сундуков, раскиданных по карте. Но они еще просто так иногда выпадают из врагов. Кроме патронов, из врагов выпадает опыт, аптечки, пушки, ну и прочая мелочь. Да, кстати, об опыте. Как я уже говорил, игра имеет элементы РПГ. То есть персонаж получает опыт, и при достаточном его количестве ты получаешь уровень. За каждый уровень ты будешь получать очко умений, которое можно потратить на прокачку скиллов. Скиллы бывают активными, например, гравитация, и пассивными, такими как увеличение шанса критической атаки. Каждое умение можно прокачать пять раз, после чего оно достигает максимального уровня своей крутизны. Вообще, сам игровой процесс завязан на выполнении заданий. Задания мы, как и в любой уважающий себя РПГ, берем ОНПС в городе. Кстати, в город можно вернуться откуда угодно, и кнопка возвращения в город находится на карте. Итак, берем квест и идем его выполнять. Со временем открываются новые локации, по которым можно ходить, постреливая врагов и выполняя квесты. За успешное выполнение заданий, ты помимо опыта получаешь всякие ништяки, вроде денег и новых пушек. Хотя все сделано довольно качественно, меня не покидало ощущение, что кто-то телепортировал меня год атак в 2000-й, потому что на большее графика в игре не тянет. Однако, из-за мультяшности стиля, это не особо-то и напрягает. Подведем итог. Лучше всего играть в Баунти Хантер на планшете, иначе ты загораживаешь пальцами себе весь экран, что крайне неудобно. Игра — прикольная смесь РПГ и шутера. Ничего нового, но сам жанр не приедается. Короче говоря, советую всем любителям жанра. На сегодня это все. С тобой были Николай Подгурский, Федор Амортис и обзоры от Mob.ua. Подписывайся на канал, если понравилось, и посещай официальный сайт. До скорого! Субтитры подогнал «Симон»!